Разграбленные дворы, сожженные дома и жестоко убитые жители. Эту судьбу в годы Великой Отечественной войны разделили тысячи деревень Беларуси. Не удалось избежать злого рока и деревни Бродятин Малорицкого района. Немецко-фашистские захватчики в эту деревню приходили не один раз. В 1942 году, примерно в августе месяце, была сделана попытка Брестским и Малорицким гестапо с использованием полицаев собрать в этой деревне просто контрибуцию. Но партизаны своевременно помогли и эту атаку отбили. Немцы ушли ни с чем. А вот в 1943 году, в сентябре месяце, проходила уже именно карательная операция в этой деревне. Фашисты взяли деревню в кольцо, выставив по периметру посты. Разместившись в местной школе, отдали приказ десятникам собрать всех жителей. Всех согнанных разделили, заставили выкопать яму, а затем выстроили возле здания школы и начали проверять по списку. Если в ходе сверки хотя бы один житель деревни отсутствовал, то расстрелу подвергалась вся семья. Расстреливали тут же, расстреливали за школы. Уничтожали не только взрослых, уничтожали и маленьких детей, уничтожали полностью все семьи. Вплоть до того, что даже в яму, где находились жители деревни, бросали живых маленьких детей. Потом их закатывали. Свидетелями страшной трагедии стали Филипп Нестерович и Надежда Николаевна Дебук. Детская память сохранила на всю жизнь те зверства, которые чинили фашисты с их односельчанами. В тот страшный день погибла и семья крестного отца Филиппа Нестеровича. Дядьку Ивана Прокопука немцы убили выстрелом в затылок. А с его женой и их малышом поступили просто бесчеловечно. Женка его, то не следить иного, на руках. Пять месяцев было ему, что выхватил из рук и бросил. Ужас произошедшего заключался еще и в том, что чудовищный выбор, кому жить, а кому умереть, делали непришлые чужаки. А был такой староста тут. Немцы выбрали его. И он писал, кого быть. 52 человека были расстреляны в этот день. А 24 августа 1943 года фашисты сожгли всю деревню. Те, кто оказывал сопротивление, были убиты на месте или брошены в огонь. Остальные жители Бродятина бежали в лес. В зареве пожара сгорели дотла 120 домов. Память о тех жутких событиях по-прежнему живет. В самой деревне находится мемориал с высеченными именами убитых жителей. Возле здания бывшей школы, там, где расстреливали мирное население, возведен курган памяти. После войны произошло перезахоронение останков жителей расстрелянных в братскую могилу деревни Гвозница. А в 1965 году на месте захоронения, бывшее захоронение, был насыпан курган, так как проходила всесоюзная акция по увековечению памяти погибших и расстрелянных. Память о случившемся в Бродятине трепетно хранят, ведь у этой трагедии не может быть срока давности. Наталья Луговкина, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».